Доброго времени суток вам, мои дорогие друзья! Ну а собрались мы сегодня для того, чтобы познакомить вас с Константином. Привет! Клиент всегда прав. Очередной выпуск, который вы просили. Мы ему уже начали делать советскую тематику. Я, кстати, вкратце расскажу про Костю. Это учитель в школе. Собственно, потому мы его и пригласили на клиент всегда прав, дабы он вам, причем, ну, как бы частью аудитории все-таки школьники, он вам расскажет со своей колокольни все-таки о Тату, и о том, когда надо наносить, в каком возрасте и так далее. Но об этом чуть позже. Сегодня мы продолжаем делать ему руку. Ну, пока я подготавливаюсь. Расскажи побольше о себе, познакомься с нашим зрителем. Все-таки учитель это понятие растяжимое. Расскажи, пожалуйста. Я учитель технологии УБЖ в школе. Занимаюсь трудовым воспитанием детей и основой безопасности жизнедеятельности. То есть ты тот человек, который учит детей не нюхать аммиак напрямую, а делать вот так вот? Так точно. Нет, это химия. А, это химия. Да, я учу так, чтобы распознавать запах аммиака и использовать противогазы и масочки специальные. Собственно, рука у нас получается такая в советском стиле. Как вы видите, тут уже есть дедушка Сталин, батюшка Ленин, серб-молот, знак качества. Ну и, собственно, вот это вот все, это есть что это? Великий Советский Союз. Вот. Ну что, как говорил Гагарин, поехали. Поехали, да. Тебе, кстати, вот сразу вопрос такой. То есть, ну ты учитель, через тебя в день примерно сколько человек, в общем, проходит учеников? Сто, сто пятьдесят. То есть, вот человек сто пятьдесят. Вот скажи мне, насколько сейчас в наших тольяттинских школах распространена культура татуировки? То есть, вообще, есть ли дети, которые ходят с какими-то портаками? Или, может быть, у кого-то есть реально уже хорошие, красивые картины? Да, есть у кого-то хорошие, конечно, есть у кого-то, ну, постпортаки. Где-то в подъезде каком-то набили. Вот. А так, да, присутствуют. Сейчас вот, кстати, ну, я как бы, сам понимаешь, постоянно смотрю YouTube, вот, постоянно наблюдаю, что там происходит. Я тебе помогу. Ой, спасибо. Ну, что там происходит, кто делает. И одна из недавних таких тем, короче, чувак, блогер залез, ну, не залез, пробрался, типа, в школу, вот, он, типа, под ученика закосил, ну, и в итоге сидел просто дурачился, там, задавал какие-то дурацкие вопросы ученикам, вот. Вот, и насколько сейчас действительно дети в школе чудят сами, вот, то есть там кто-то, ну, я понимаю сам, у меня дофига, допустим, примеров, когда я смотрел, когда там, ну, реально малые какие-то там по 14, по 15 лет берут там какие-нибудь камеры, эти сейчас гоупрохи, да, они почти незаметные. И там вот он, то по школе голый бегает, то бомбочки, не знаю, в задницы друг другу засовывают, ну, реально трэш творят, просто, чтобы хипануть на YouTube. Не, ну, так трэш творят, конечно, вообще стебутся, вот, но делают то же самое, что делали мы, в принципе, с тобой. То есть, ну, в школе, да, да, стебались, угорали, точно так же. Только для них это кажется ново, а когда, вот сегодня, вот, вот сегодня мне ребенок один, ну, стоят там два пацана и рассказывают друг другу, знаешь, такое, помнишь, выражение такое было, это такое, два йогурта и спать. Помнишь, по йогурту и спать, да? И я такой, да, нормально, а они говорят, а вы что знаете, я говорю, а то, что не знаю-то я. Конечно же, то же самое. Собственно, вот у нас получился товарищ Гохарин Юрий Алексеевич, вот, а теперь у нас будет получаться некий волшебный корабль. Кстати, вот, как по ощущениям, у нас не так часто все-таки приходят люди старше 30, вот, и вот мне интересно, как ты чувствуешь эту татуху? Не, ну, нормально, терпимо, ну, по крайней мере, не то, что татухи, которые делали в армии с этим, как вы, знаешь, от бритвенной системы, да, без нарколога, без ничего, в НДшке, в темноте. А вы напишите в комментариях тоже, вот, ну, как бы, кто учится или кто учился, какие у вас, допустим, именно ассоциации, воспоминания о школе, или вот сейчас, если вы учитесь, то есть там, кто-то там, Вася пи***я напрягает, или там, Петя молодец, хороший. Ты же о школе, о школе, школа. У тебя школа вообще, ну, тут Антоха, который оператор, сказал, пожаловался учителю на свою школу и время, тебя как со школой? Знаешь, я классе, наверное, в седьмом, может, в восьмом научился прогуливать уроки, потом узнал, что такое взятки. Ну, кстати, в наше время, когда я учился, то есть, ну, не было вот настолько жестко, как сейчас, сейчас просто и учителя, и ученика, и директора, и всю школу. А у нас, как бы, ну, опять же, какие взятки это были, это, допустим, если учитель мужик, ну, я уже говорил, там, бутылка коньяка, или там, бухла какого-то, если, допустим, тетя какая-то, Мотя, да, там, учитель, это, ей там конфет каких-нибудь принесешь, и там, ну, вот там, ну, вот у меня. Причем, а я когда заканчивал девятый класс, меня выпустили только лишь с одним условием, что в десятый я сто процентов не приду, у меня по четырем предметам выходили два, собрали консилиум учителей, вот, там, директор, вся хурма, все сидят, у меня мамка в школу не ходила, и стыдно было за меня, вот. Ну, и, типа, ну, приличная семья, а сын расп**ляет, что поделать, вот, вот этот консилиум учителей, они такие, так, Губарев, ты должен пообещать, что в десятый класс ты не придешь, только в этом случае мы тебе все, типа, согласны натянуть троечки, поставить, и все, типа, а-ля, улю, иди там в техникум, куда хочешь. Ну, конечно же, я пришел. В десятый класс! Две четверти отучился и понял, что это не мое, вот, что мне неинтересно, и я узнал о волшебном слове вечерняя школа. Мы просто не можем придумать, на самом деле, чего вот сюда вот запихать. Кстати, вот реально, вам тоже, чуваки, задание, будьте добры, в комментариях напишите, вот, то есть, видите, вот этот вот, вот это пространство, ну, размер примерно 5 сантиметров на 2 с половиной где-то. Вот, что можно сюда запихать, ваши мысли, вот, было бы очень круто. Да именно тематика Советского Союза, да, что тут Ленин, Сталин, Герб, Аврора, все. Ну, и, собственно, фон потом будет закрашен красным цветом, то есть, именно Советы, все дела. Вот, машинку я на сегодня отключаю, бросаю. С вами я прощаюсь, желаю вам любви, удачи и не разваливаться, как Советский Союз. С вами был Игорь Негода.